Речка 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 и не наестся. С другой стороны, приезжающие сюда отдыхать люди подкармливают их чаще всего фруктами. И вот тут черепахи начинают привередничать. Опытным путем было выявлено, что виноград, например, они не особо уважают, зато, как говорят, очень любят арбузные корки. Согласно найденным нами данным, нынешние поголовья черепах насчитывают всего около сотни особей. Уж слишком много времени они были легкой добычей для всех желающих. Тем не менее, не похоже, что черепахи отчаивались. Они продолжают жить здесь, каждую зиму впадают в спячку, а в начале весны откладывают яйца. Через пару месяцев из них появляются новорожденные черепашки. Ученые постоянно ведут наблюдение за этими животными. И если обнаруживается, что родилось мало черепашек, они вмешиваются и добавляют к появившимся в естественной среде выращенных в питомнике. Таким образом поголовье этих животных потихоньку восстанавливается. Кстати, кроме черепах, рядом с ручьем Александр живут еще утки, выдры и, конечно, мангусты, но куда уж без них. Субтитры создавал DimaTorzok